Девушки отдыхают Если он будет плохо себя вести, я преподам ему урок Братец Фэн Братец Фэн, явился гнев пустоты. Боюсь, что Муци в опасности Гнев пустоты? Думаю, кто-то заставляет его создать стрелу уничтожения души. В его состоянии он этого не переживет Боюсь, что кто-то хочет использовать эту стрелу против тебя Может, это правитель Града Нерушимости? Сюйфэн! Владыкон! Можете идти. Слушаемся Приветствую, дядя Ты все еще признаешь во мне дядю? Дядя, ты верно шутишь? Только посмотри на свои мешки под глазами Я получил приглашение на вашу Сюйхэ-свадьбу Это же ошибка, да? Это правда Я хотел, чтобы именно ты провел нашу свадьбу Фэнер Став темной владыкой, ты совершенно запутался в своих чувствах? Собрался жениться на злодейке Сюйхэ? Знаешь ли ты, через что прошла Дзиньми, чтобы спасти тебя? Дядя, не шути так Ведь меня спасла именно Сюйхэ Да, она забрала перо Феникса истины и скрыла твою душу Но именно Дзиньми спасла тебя и помогла создать для тебя пилюлю бессмертия Чтобы получить главный компонент для пилюли Она рисковала жизнью на Змейной горе ради света Лянчау Знаешь ли ты, что она чуть не умерла? Никогда бы не подумал, что повелительница вот так искусно запудрит тебе мозги Когда она сговорилась с Жуньюем Ты сам видел, как она заколола меня Как можешь ты верить ее уловкам? Неужели не видишь, какая она на самом деле? Ты... ты даже мне не веришь? Дзиньми ошиблась и убила тебя Я не собираюсь оправдывать ее Но она сделала все для получения пилюли И ради этого она снова и снова рисковала с собой Чуть не умерла, я сам это видел Похоже, что ты пришел не навестить меня, а заступиться за повелительницу вот Раз на то пошло, не стоит тратить свое время Что бы она ни сделала, ко мне это отношение не имеет В момент, когда она вонзила мне нож в спину Между нами все было кончено раз и навсегда Именно Суэхэ станет моей супругой Отныне я не полюблю никого, кроме нее Ты... ты глупец Суэхэ убила повелителя, вот и Линсю Послушай меня Дядя У меня есть важное дело Я не могу здесь задерживаться Я уже принял решение по поводу свадьбы Не нужно больше слов Если ты не захочешь прийти на свадьбу, я неволить не стану Прощай Ты... Ай... Ищите Есть Ты молчишь всю дорогу Что тебя тревожит? Она попросила моего дядю рассказать мне все это Чтобы разрушить наши с Суэхэ отношения Не придумала ничего лучше Не похоже, что лунный дух не способен мыслить самостоятельно Не думаю, что им можно манипулировать Тут что-то другое Так ты поверила в то, что он сказал? Возможно, это тебя обидит Но если выбирать между Цзиньми и Суэхэ Я скорее поверю, что убийца именно вторая Переживаю, что если тебя спасла именно Цзиньми Ты не сможешь посмотреть ей в глаза Я переживаю, что то, что она сказала, окажется правдой Что она сказала? Ты не убивал моего отца Я совершила ошибку Все улики указывали на то, что убийца именно ты Я не могла не поверить, Феникс Проснувшись через полгода, я поняла, что кто-то это подстроил Но было уже слишком поздно Она убила моего отца Это было Суэхэ Она использовала хрустальное пламя Я приходила за жизненной силой в ту пещеру для Пучи Суэхэ его сильно ранила, атаковав хрустальным пламенем Если бы я вас с ней сегодня не сравнил То не понял бы, как Суэхэ важна для меня Суэхэ не та, за кого себя выдает Не обманывайся ее внешним видом Она призналась, что убила моего отца, свалив всю вину на тебя Это она сделала, она злодейка, она так безжалостна Не обманывайся ее внешним видом Феникс, поверь мне Я не хочу, чтобы она оставалась тобой Я не хочу, чтобы она навредила тебе Феникс Она сказала, что человек, который убил ее отца и тетю, была Суэхэ Суэхэ? Она обладает хрустальным пламенем? Я не знаю Но спасая меня, она использовала могущественную магию С тех пор, как я очнулся, она была так слаба Владыка, мы его не нашли Разделимся и поищем его Суэхэ, если найдешь Муци, о чем бы он ни просил Жив он или мертв Пожалуйста, приведи его ко мне Хорошо Идем Субтитры сделал Dima Что со мной? Леха Шестое число На месте, где мы признались друг другу Принцесса Муци Правитель Града Нерушимости отправил меня к тебе за стрелой Он навредил тебе? Если ты не отдашь ему стрелу Он меня убьет Шестое число Отдай мне стрелу И мы уйдем отсюда, хорошо? Хорошо Сейфен, ты что-нибудь нашел? Продолжайте поиски Да Завтра шестое число Он обещал Жениться на мне Как же так Здесь следы магического барьера Скорее всего Муци Поймали где-то рядом Подожди Я пойду и проверю Нет Я пойду с тобой Идем Я пойду Муци Это он Он был здесь Он убил правителя Града Нерушимости? Он должен быть рядом Верно Он еще жив Он еще жив Идем Шестое число Место, где мы признались друг другу Шестое число В твоем состоянии Ты все еще хочешь меня убить? Правитель Града Нерушимости Знаешь ли ты Что? Если моя стрела Хотя бы коснется тебя То ты Обратишься в пепел spielen Почему вы через минуту? Это моя стрела Ты 과burger Für меня А что? Может быть Я Девушки отдыхают. 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 Но я работаю ночами напролёт. Я согласен. У меня плохой характер, и я могу навредить тебе. Я просто хочу служить повелителю ночей. За тысячи лет никто не проходил испытательного срока. Я всех их выгнал. Я никогда бы не предала, Ваше Величество, поверьте! Надеюсь, что в будущем вы сможете доверять мне так же, как и звери сновидений. Куанлу, спасибо. КОНЕЦ Обещай мне, сколько бы тебе ни осталось, будь то десять лет, один год, месяц, или даже один день, мы проведём их вместе. Хорошо, я обещаю. Муци, давай поженимся. Шестое число, благоприятная дата. Поженимся здесь. А небо и земля будут нам свидетелями, хорошо? Муци, знаешь ли ты, что мне всегда нравились мужчины постарше? Хорошо, что у тебя седые волосы. Теперь ты не похож на слащавого мальчика из Царства Смертных. Принцесса, не льсти мне. Я не льщу тебе, мне ей правда нравится. Вообще-то... Я и сам понимаю... Что скоро состаришься? Не успею глазом моргнуть, как уподоблюсь смертному. Скоро я тебя позабуду. Тебе это известно намного лучше, чем мне. Скоро я лишусь памяти. Ты хочешь выйти за меня? Даже в этом случае? Я покажу тебе, как сильно я хочу за тебя замуж. Когда мы поженимся? Шестого числа. А где? Где мы признались друг другу в любви? Что бы ни случилось, мы справимся с этим вместе. Вы нашли Му Цзэ? Все хорошо. Сегодня шестое число. Если он обещал... То он обязательно придет. Глупое дитя. Так и будешь ждать его. Боюсь, что судьба к нему неблагосклонна. Нет. Он всегда держит слово. Он непременно придет. И не нарушит обещания. Я буду ждать его здесь. Шестое число. Там, где признались. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. 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 Девушки отдыхают. Принцесса, я не нарушил свое слово. Муци, позволь исцелить тебя. Мне нужно. А вы прошли испытание камня душ, поклонитесь старшим. Повелитель, теперь все иначе. Просто зови меня отцом. Отец, я совершил много ошибок. И только когда встретил ее вновь, я понял, каким ужасным человеком я был. Зная, что я... я... недостаточно хорош для нее. И то, что мы женимся, лишь мое эгоистичное желание. Я... надеюсь, вы мне это простите. Моцы, не говори мне слова. Я хорошо знаю характер Люин. И я... хорошо понимаю, что это была ее идея. Моцы, я горжусь тем, что ты сделал сегодня. О, Владыка. Не будем вспоминать былое. Я должен перед тобой извиниться. Можете считать свадебный ритуал завершенным. Моцы. Моцы. Я в порядке. Прошу, разрешите нам побыть наедине. Теперь я вспомнил, что мы признались друг другу в пещере лазурных небес. Принцесса, вы в порядке? Как ты посмел коснуться меня? Я тебе нравлюсь? Я бы не посмел думать о вас неподумающе. А если я о тебе думаю именно так? Что же тогда делать? Переменно так, да? Я всегда проявляла инициативу первой. Но теперь... Твоя очередь. Я люблю тебя. Твоя очередь. Моцы. Я уже всё обдумала. Завтра мы отправимся в Царство Смирных. И станем жить там свободно. И ни о чём не переживать. Хорошо. Ты говорил, что хочешь видеть море. Найдём маленькую лодочку. И будем плавать вместе. Ладно? Ну да. Погуляем по Царству Цветов. В Царстве Духов нет ни цветов, ни животных. Но они так прекрасны в Царстве Цветов. Я была там много раз. И ни разу не ходила на прогулку. Сходим вместе. В Царстве Цветов. Найдёмся. Муцци. Погуляв по царству цветов, вернёмся в царство злых духов, ладно? Ведь в том времени у нас уже родится ребёнок. По закону имена отец даёт ему имя, а Сюфан будет ему дядей. Тогда никто не посмеет обидеть его. Что скажешь? Сюфан будет ему дождь. Когда он вырастет... Я расскажу ему... ...нашу историю. Принцесса так благородна. Разве я мог неподобающе думать о ней? Если ты не хочешь быть со мной именно поэтому, тогда я больше не хочу быть принцессой. Если ты решил оставить меня, я просто убью себя. Больше мы... ...друг другу ничего не должны. Пока я жив, я не позволю вам пострадать. Так и знала, что ты обо мне переживаешь. Я дарю тебе своё сердце. Храни его бережно. Хорошо. Обещаю, что буду хранить его у самого сердца. До конца моих дней. Хорошо. О, подождались. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Дракон, которого я знаю, достойнейший человек. Он честен, талантлив, образован и нежен. Отец, что ты здесь делаешь? Что с тобой такое? Свадьба Его Величества уже совсем скоро. Ты поэтому грустишь? Разве я могу? Его Величество женится, его мечта сбылась. Я так за него рада. Мы здесь одни. Тебе не нужно притворяться. Покойный император был падок на женщин. Но нынешний очень преданный. Он любит лишь повелительницу, вот. И больше ни на кого не смотрит. Почему ты стольким ради него жертвуешь? Ты для него всего лишь слуга. Да, талантливый, но всего лишь слуга. Почему ты страдаешь из-за него? В конце концов, если он так и не ответит тебе... Я буду с ним до самого конца. Это... это же... Это ты... Куда ты идешь? Куан-Лу! Здравствуйте, Ваше Величество. Я пришел к вам... с небольшой просьбой. Прошу, небожитель Тайсы. Скажи же, в чем она заключается? Ваше Величество. Моя дочь Куан-Лу уже много лет служит под вашим началом. И за эти годы она многому научилась. Возможно, пришло время ей вас покинуть и продолжить свою службу где-нибудь еще. К тому же, она уже не молода. Будучи ее отцом, я бы хотел найти ей хорошую пару. Что скажете? После свадьбы, я лично подберу ей лучшего мужа во всем небесном царстве. А оставаться или уйти, это уже есть решать. Это тебя устроит? Устрою. Благодарю, Ваше Величество. Благодарю. Отец! Небожитель Тайсы, будь нам свидетелем. Небожительница Шан-Люань Куан-Лу желает служить Вашему Величеству всю свою жизнь и выражает вам свою преданность. Тато. Лишь смерть остановит меня. Моя душа. Когда я был при смерти, меня спасла именно Суй-Хэ. Когда у меня не было ничего, только она была рядом. Если говорить о злодействии, то Суй-Хэ с тобой не сравнится. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Если еще раз скажешь, что любишь меня, я тут же убью тебя. Сотру в порошок. За каждое сказанное слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...